Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вопрос, что является откровением Бога, является откровением Бога Священное Писание Ветхого и Нового Завета, то есть Библия, или откровением Бога является Коран, является одним, наверное, из главнейших разделяющих в эти две мировые религии вопросов. Пламенный миссионер увлекал за собой многих. В храме апостола Фомы священник похрестил больше 80 мигрантов. Буряты и татары, евреи, азербайджанцы, дагестанцы. Угрузы были, это, в общем-то, всем известно. Он писал, что ему опять угрожали, что он привык к этим угрозам. Раньше боялся, теперь отбоялся. А теперь он готов, что если что, то это даже хорошо сразу в рай и без мутарства. Вот вам семейная фотография. Ну да, семейная, только они очень редки. Юлию Сысоеву, жену отца Даниила, мы снимали в прошлом году, как автора бестселлера «Записки по падьи». Она рассказывала, как живет семья священника. Батюшка пропадает на службе, на нем храм, миссионерская школа и издательство. А на ней и Устина, Дорофея и Ангелина. А получается, что иногда целыми днями его не видим. Потому что вот занят, 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 бесконечно занят. Я с детьми загрузила их в машину, поехала на дачу, например. Или загрузила детей в машину, поехали в воскресенье к папе в храм. На службу, папу посмотреть. Еще более редкие семейные видеокадры. Сысоевы отдыхают в Египте, 2002 год. С тех пор отец Даниил служил без отпусков и выходных. До последнего дня. К мученической гибели отец Даниил готовился последние несколько лет. Он даже говорил своей жене, матушке Иулии, в каком облачении его отпевать. Я говорю, он, а кого же ты нас оставишь? Он сказал тогда такие слова, что я вас вручу в надежные руки. Я говорю, какие же надежные руки? Пресвятой Богородицы. Больше глупости, чем бороться за счастье в смертной мире, за кого ты можешь уйти буквально сегодня. Больше сумасшествия я просто не могу представить. Это глупость, понимаете? Если бороться, возвращайся в гостиницу, а тут, говорят, ты сегодня съезжаешь. Отца Даниила застрелили около 11 часов вечера после библейских бесед, которые он проводил каждый четверг. Позавчера их отменили впервые. Храм теперь закрывается рано. Его взяли под охрану и видеонаблюдение. Ведь милиция предупредила прихожан. Есть угроза поджога церкви. Если у храмов теперь нужно выставлять караул и защищать их от народа, найдется ли у кого-то еще мужество идти в народ с благой вестью? Субтитры создавал DimaTorzok